Сталкиваюсь, наверное, с такими вещами, с радионемами, да? Еще не привез. Еще не привез. Мы тебе не поможем, извини. Извини, это твое личное. У меня сейчас уже, ну, внук уже вырос, внучка достаточно большая. Но когда мы сразу покупали радионем, мы сразу брали и расшифровали канал. Проблема в том, что у меня в семье безопасностью занимаюсь я, дочь, зять, сын. Поройчик, давай, файл, а с иди. Я их воздавил с доверительными отношениями. Все по протоколу. Я так не буду доверяю. Все понятно, с очень мало. Но проверяем. Но проверяем. На самом деле, я хочу вам сказать, что камеры радионяни взломывались уже неоднократно. И более того, уже была история, эта история, по-моему, достаточно долго шлялась по интернету, когда ребенок жаловался своим родителям о том, что ему страшно оставаться в комнате. Радионяня разговаривала с ней. Ребята, поймите меня правильно, это совсем не смешно. Совсем-совсем не смешно. Как на здоровье и на аналии. Ну да. Ну, умная кофеварка отправляет пароль по незащищенной сети. В результате получаем пароль к домашней рабочей сети. При исследовании, управляемой смартфоном системы обеспечения безопасности, оказалось, что соответствующее было безопасным. Но уязвимость была найдена в одном из датчиков. Датчик открывания окна. Рядом с ним просто положили магнит, он перестал работать. Поисковая система ШАДА. Вы не сталкивались с такой шум? Сталкивались с такой шум? Сталкивались с такой шум? Вот один интересный человек, который заботится о безопасности. С помощью ШАДА можно отыскать тепловые системы, светофоры, бойлер для наливания воды под давлением, систему управления дверями гаражей. Но самое интересное – это видеокамера. Основан ШАДА на каталогизации автоматических ответов любого подключенного к сети коммета. Иногда в таких ответах можно даже найти пароль, установленный по умолчанию и беззабытый. При помощи специально написанного ПО автоматически собирают отклики с веб-серверов, данные с FTP, порт SSH, полтэ, порт ТОРНЕТ. Интересно, правда? Используется полным ходом. Что можно? На сегодня в мире насчитывается порядка 400 тысяч подключенных к интернету веб-камеров. Значительная часть может быть взломана полностью из-за уязвимости в программном обеспечении, а также из-за пароля по умолчанию. Был обнаружен автомобиль, у которого можно дистанционно запустить и заложить дверь. Хакинный каток, который можно дистанционно разморозить. Незащищенная система управления городскими светофорами и даже система управления гидроэлектростанцией. Вот так. Что делать? Первое. Напейте себе на дверях и в комнате огромными буквами смените пароль по умолчанию. Заходишь и сразу видишь. А с внутренней спины напишите ты уходишь, ты сменил пароль. Я гарантирую вам, что как минимум половина ваших устройств использует пароли по умолчанию. Просто задумайтесь. Опять-таки, мне не надо говорить, если не надо, будь я поищу. Во-вторых, далеко не все, что у вас подключено к интернету, требует действительно подключения. Подумайте. А нужно ли вам эти камеры подключать? Интернет может достаточно то, что они светят внутри вашей сети. Ну и в конце концов, пусть воспользуйтесь шагом. Проверьте себя. Шифрование трафика. Конференция права секунды. Какие данные передаются онлайн? Домашний термостат, камера наблюдения, концентратор, который служил самостоятельным шлюзом между интернетом и датчиками. Что еще? Камеры видеонаблюдения, динамик, коммутаторы, два устройства, из предложенных из сети, все же использовали шифрование трафика. Два. Ну, чего сказать? К 2020 году ожидается, что 40% медицинского оборудования будет подключено к интернету, в том числе, финанс-браслеты, датчики медицинских показателей, марки. До 90% автомобилей так или иначе будет подключено к интернету. Уже сегодня почти 70% народу интересуется решениями для дома и скорого. Дарю кому-то идею. Очень хочу, чтобы вот найти где-то программное обеспечение, о котором мы говорили. Вот у тебя в холодильнике есть то-то, то-то, то-то. Черт с ним, я готов это забить руками. Чтобы она мне выдавала список рецептов, которые мне можно приготовить из этого, с учетом тех рекомендаций, которые я получил от врача. Я такую штуку видел в 2007-м на Кроссовке. В 2010-м, когда врач не был. Очень хочу увидеть такую уже буду. Казалось бы, ничего страшного, правда? И в интернет ходить не надо. Я сам мог все надежу. Только чтобы она за меня это делала, мне не надо думать. Хотя, с другой стороны, я вам хочу сказать, что мы сегодня с использованием всех этих вещей мы вплотную приближаемся к поколению адолтусов. Не надо на меня смотреть круглыми глазами. Это то, что угрожает вашим детям. Они тоже будут программистами? Нет, в два раза хуже. Ты понимаешь, сегодня, когда просишь сложить зачастую два числа, достают калькулятор. В уме складывать не умеют. Ты еще не видел под Android есть такая интересная штука. Решалка для домашних заданий. Фотографируешь пример в учебнике, он тебе выдает пошаговое решение. Пошаговое решение для уравнений, кроме дифференциального. Как называется где скачать? А? Как называется где скачать? Это же какое руина? Скажешь, я тебе потом дал. Пусть ты не знал. Нет, на самом деле есть такие что-то. Причем, есть такие же решалки для задач по физике, по химии. Зачем думать? Думать не нужно, не можно. Откровенно? Не страшно. Хотя с другой стороны я видел еще одну штуку, которая тоже на Украине не реализована. Очень интересная. Маленький Мишка пишет. Буквально. Может даже поменьше. Это телефон для маленького ребенка в возрасте от 3 до 6 лет. Левый глаз, как правило, программируется мама, правый папа, нос по лицу. Такую штуку видел еще лет 5 назад. Мне товарищ привозил его за ногой. На спине аккуратненько дырочка, куда вставляется сим-карта. Все. Заряжать. А? А заряжать его. Еще. Еще одна дырочка. Я не знаю, как заряжается, но как-то заряжается. Но весь вопрос не в этом. Весь вопрос в том, что любое устройство в ваших руках сегодня может быть использоваться для подслушивания, подсматривания, перехвата, бесплатного Wi-Fi. Одна моя хорошая знакомая с вот таким вот мишкой на рюкзаке собрала за период дыркона в Москве. Ну, что-то порядка пятидесяти парольных. А потом выступала в последний день. Показала? И показала. С демонстрацией пароль. Не, показала учетные записи, для которых взломан пароль. Народ плевался. И в ответ сказали, мы вас же предупреждали, здесь бесплатно Wi-Fi. Это нормально. Это сказали сейчас, года два, наверное, назад. Я с сынишкой любил так и баловаться. Ему показывал, как это делается. Потребители не заморачиваются о том, что им нужна безопасность. Сами производители заявляют, что забота о безопасности увеличивает время, стоимость тоже заморачиваются и не собираются. В результате этого потребители доверяют производителям. Производители доверяют сами себе. Что мы имеем? Мы имеем дело. Производители не понимают, не тестируют программу. Ну и что дальше? Вспоминается 2004 год, когда я нашел первый вирус на смартфоне. И когда над моим заявлением о том, что под смартфон есть вирус, и народ просто смеялся. Сколько на сегодня вирусов поднимается? Год обнаруживается порядка двух миллионов. Весело, правда? Но что самое интересное, что пользователи дальше не заморачиваются. Я не знаю, читали вы, нет, у меня на блоге было позавчера, по-моему, в Play для ВКонтакте, скачаном с Google Play. Это плеер предназначался в первую очередь, конечно, для прослушивания музыки, а во вторую для хищения плеер. Скачан от миллиона до полутора миллионов раз. А потом мы удивляемся. Для тех из вас, кто использует Microsoft Windows 10, я рекомендую в Microsoft Store есть великолепное ПО, называется Hacket. Это будет Lancelot Software. Вбиваешь электронный адрес, она проверяет тебя, существуешь ли в базах взломанных адресов. Hacket. Hacket. И находишь добавление. На самом деле, понимаешь, это, конечно, да, ты отдаешь свой адрес кому-то, но ты отдаешь адрес, и не более того. Не более того. На самом деле, это невыгодно как вот так подставляться. Если вот так подставиться, отмыться будет невозможно. Я потом тебе покажу, у меня на ПК есть. Ну и каждые 12 часов он, соответственно, говорит да, нет, 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 нет. А теперь вопрос. Неужели прошлое вас ничему не улучшило? Я обычно своим курсантам, потом студентам говорил одно и то же. ну и то же фразу говорится, каждого своего курса. Ребята, научитесь бояться. Не шарахаться, а просто чуть-чуть бояться. Потому что, потому что, потому что очень больно будет потом. А так и кукол. О взаимодействии интерактивных кукол никто никогда не задумывался. Правда? Сегодня изобретена интерактивная кукла Барби, которая отвечает на простые вопросы ребенка с помощью облачного сервера искусственного интеллекта. Канал не шифрован. Симпсон отбыл серия. Что дальше? А дальше мы можем себе представить вот такую вот ситуацию. Сказки о безопасности. Маленькая Лиссия. Тише, что-то сделай. Кэтлин, уже вечер, пора домой. Мам, ну секундочку, я с куклой разговариваю. Мисс Эмили подумала, что ничего не случится, если маленькая Кэтлин придет домой через десять минут. Пусть играет. А за домом в это время шел диалог между девочкой и куклой. Как ни странно, но спрашивала кукла, а где работает твой папа? В первую минуту человек, услышавший такое от куклы, мог бы подумать, что он окончательно рехнулся и последний стаканчик вчера был лишен. Маленькая девочка была всего лишь маленькой девочкой. Мам, я пришла, погоди, я куклу вожу в коробку. Все, я тут. Мама, мне страшно играть с этой куклой. С какой милой? С Лизи, которую папа мне подарил на день в день? Почему? Мама, она разговаривает как взрослый человек. Когда вас с папой рядом нет, она задает вопрос. Как? Как взрослый человек? Например, сегодня она спросила у меня, кем работает папа? Погоди, такого быть не может, ведь она всего лишь кукла. Мам, ну это правда, я ее боюсь. Хорошо, я спрошу папу, а вечером что-нибудь придумаю. Вечером состоялся разговор с папой. владельцем местного небольшого банка. Милый, дочка жалуется, что кукла с ней разговаривает. Все верно, это же кукла, оборудованная системой беспроводной связи с микрофоном и динамика. Знаешь, ты бы все же отдал ее своему руководителю службы безопасности, мистеру Смиту. Он со своими специалистами разберется. Не нравится мне, дочь боится куклы. Прошла неделя. Что скажете, мистер Смит? Да что тут говорить. Я уже передал все доказательства в полицию. Все просто. Кукла сделана таким образом, что она могла разговаривать с ребенком. Для этого используется беспроводное соединение и интернет. Кукла передает голосовой трафик на сервер с сочетками искусственного интеллекта, который генерирует ответы и поддерживает разговор с ребенком. Одно-но. Проблема в том, что этот беспроводной трафик не шифрованный, а следовательно его можно перехватить и подменить ответы сервера, что и произошло в вашем случае. Вот и все. Полиция займется вашим делом, но, думаю, из этого ничего не выйдет. Фирма-производитель вряд ли будет отзывать десятки тысяч кукол по всему миру. Короче, не покупайте такое в дальнейшем и успокойте его. Вы думаете, что это фантастика? Ну, все нет. Говорящие бары полным ходом подаются в США и какое они удар нанесут по психике детей и по карману взрослых. Не инсуслишься. А впереди бары с монтированными видеокамерами. Так что куклы шпионы это, увы, реальность. На самом деле это просто вот у меня есть отдельный свой проект, но проектом назвать это сложным, скорее хобби. я пишу сказки для безопасников. Уже довольно давно, их уже, наверное, порядка 150. Ну, вот, вот это одна из них. Как этот трафик будет перехватить? Очень просто. Если это радиоканал не шифрованный, ставишь передатчик мощнее. Если у меня радиоканал зашифрован. Не шифрованный. Если зашифрован, то проблема. Ну, я прям прям в вай-фай просто слышал. Да. Ну, еще один, еще одно сказок. Мне просто надоело разговаривать, я решил сделать перерыв. А поскольку вас надо чем-то занять, ну, я решил, что вы послушайте вот этот юный сказок. На самом деле ведь тему сказок можно продолжать бесконечно, потому что все мы в первую очередь папы и мамы, а уже совершенно потом инженеры и все остальное. Задумайтесь. Вот вам еще одна сказка о интернете ищем. А сказка ли? Потом подумайте сами. Ничего не предвещало неприятности в это яркое весеннее утро. Имперский советник по безопасности с планеты Альфа-8 мирно читал городские новости в своем кабинете, сидя в удобном кресле. На этой планете не было более секречной должности и должности советника по безопасности. Впрочем, все управление имперской безопасности также было совсем закрытым ведомством. На здании управления висела скромная вывеска департамент статистики и информации Министерства финансов. Другое дело, что в самом министерстве никто понятия не имел о наличии в его структуре такого департамента. Личность имперского секретаря по безопасности была тем более сцепечена. Вдруг в кабинете резко зазвонил личный телефон советника. Он не был внесен ни в один из справочников. Более того, никто и не догадывался об этом телефоне. И вот сладкий женский голос в трубке спросил, вы довольны приобретенным у нас гаджетом? Каким гаджетом? Вы купили у нас детский сигнализатор опасности в виде маленького пушистого сверка. Я? Ну, не знаю, может, ваша жена или дочь. В сигнализаторе забит единственный номер, на который можно позвонить. И этот номер тот, по которому я звонил. Советник срочно вызвал техников из группы мобильного перехвата, чтобы выяснить, кто ему звонил. Он понимал, что для выяснения нужно время и потому постарался затянуть разговор подольше. Ах да, была такая покупка. Мы хотели вас предупредить, что наши компании будут рады предоставить вам дополнительные услуги. Мы проанализировали типичное перемещение вашего ребенка и можем за дополнительную плату уведомлять вас при отклонении ребенка от типичных маршрутов с учетом лета на суток. Погодите, это означает, что вы собирали маршруты передвижения ребенка? Почему собирали? Мы продолжаем собирать. Кроме того, за дополнительную плату наша фирма может превратить телефон вашего ребенка в универсальную подслушивающую устройство. Вы всегда будете знать, с кем о чем беседует ваш ребенок. Естественно, ребенок знать этого не будет. Вы что, предлагаете мне подслушивать ребенку? Ну, почему же только подслушивать? В следующий месяц у нас уходит новая версия игрушки. С ее помощью вы сможете не только подслушивать, но и подсматривать не будет скрытая камера. После этих слов советнику стало плохо с сердцем. На следующий день владелец компании, которая вывела на рынок детскую сигнализацию, получил предложение о продаже компании. Предложение было таким, от которого нельзя отрезаться. Новым владельцем фабрики стало управление контрацветки. Вы посчитаете это сказкой, фантастикой? Совершенно за это. Сделать все это можно при современном уровне технологии. Вспомните технологичную клубу Барни, разговаривающуюся донку. Вы еще уверены в вашей вероятности? Да? Совершенно за это. Ну, что еще? Доля российских пользователей, выходящих в интернет с помощью умных телевизоров с мактимой. В первом полугодии 2016-го года соответственно к прошлому году выросла на 38%. А теперь вспомним два дня назад. Умные телевизоры Smart TV от ША и Филипс атакованы вирусами блокерами и вирусами шифровальщиками. Кто следующий на очереди? Я не знаю. Выводы. Выводы очень просты. Большинство пользователей не понимает угроз безопасности связанных с устройствами. и предполагают, что производители сами будут заботиться о безопасности. Сами же производители заявляют, что забота о безопасности увеличивает время разработки и стоимость, а значит, этим никто заморачиваться не будет. В результате пользователи доверяют производителем. Одновременно пользователи понятия не имеют о том, какие данные собираются и как используются. Эти же данные свидетельствуют о том, что производители не понимают проблем безопасности. Производители не тестируют безопасность должным образом и думают, что это проблема пользователей. Классик. Че делать? Как советуют эксперты Касперский лаб, если еще покупать устройство, поищите новости об этом устройстве. Что вы покупаете? Избегайте покупок недавно выпущенных на рынок устройств. При выборе умных систем подумайте о том, чем вам это грозит. Ну, если есть чем думать, конечно. Если покупаете радионяню, подумайте, а вам это надо? Выход в интернет. нужна ли вам кофеварка с выходом на интернет? Хорошенько подумайте. Надо ли это? Ну, естественно, если можете думать. Если не можете, ну, не думайте. В этом случае хорошо смынуть, да? Одна голова и так завица. Вот так и просто. Простите. Я не могу, меня просто меня раздражает человеческая глупость, поэтому прошу прощения у зала. Я, наверное, слишком старый и слишком, как это, нервный. Нервная у нас работа. А коньяка не наливают. Первое. Не изобретайте, пожалуйста, велосипед. Вместо принципиально новых решений пользуйте стандартные индустриальные протоколы, а не действия. Интернет вещей довольно сложный спектр технологий, где последствия ошибок в программном коде будут зачастую влиять гораздо сильнее на бизнес-компании. Ну, например, элементарные. Это, конечно, не интернет вещей, это скорее СУТП, но тем не менее. У нас был станок, который разливал лекарства. Лекарства газированные, лампулы обжигались. Все это происходит под управлением компьютера. Компьютер стандартный, еще по-моему, то ли первый пинкел, то ли второй, то есть старый стандарт. На нем стоит эксперт. Все хорошо. Заметили мы, что на нем периодически появляются вирусы. А лечение вируса очень простое. Мы просто перезаливаем генциал. То есть никто не заморачивается о том, чтобы его лечить. Потом поняли, почему. Пользоват. Дальше непечатные. Приносят из дома флешки, на флешке приносят кино и смотрят в онлочек. Задолбал. К сожалению, отключить USB-порки мы не можем. Пром administración поставил? Нет, ВВП гораздо проще расстреляли. В ПП. Оном поле нет? Просто уходит. На самом деле это достает. Достает очень сильно. Отключить эти машины от интернета мы не можем, потому что производитель периодически по интернету отдает новое пол разрез а у нас был бы извините у нас не было бы у нас было поставлено оборудование у нас было оборудование поставлено черти когда причем спектр оборудования в технологическом процессе зашкаливала у нас стояли от x86 досовской до windows xp винукс стоял все это ж как это на украинском фабашку хочешь обеспечивайте защиту каналов доступа пожалуйста привыкните к тому что канал доступа должен быть шифрован это должно быть ну идеальный вариант если у вас в системе которая сделана уже на базе не просто какого-нибудь контроллера стандартной машины применяется так называемое решение белого списка если кому-то нужно что это такое подойдете объясню это антивирусное решение белого списка дополнить можно в плане шифрования но если есть необходимость в плане обеспечения шифрованного канала на текущий момент отсутствует денежные средства там на покупку сертификатов именно третьих сторон можно использовать но есть сервисы как китайского происхождения таки нашего происхождения бесплатные сетки это вторите которые на первых порах абсолютно бесплатно дадут доступ к созданию wildcard сертификата на 5 домен вот нау теперь маленькое дополнение запомните пожалуйста все что бесплатно бесплатно для второй мыши ну там не это должно быть потому что бесплатно вам не знаю как вам не нигде не наливать я должен платить деньги разработчикам бесплатных средств тоже нужно за что-то кушать если они вам что-то дают бесплатно сначала пересчитайте пальчики на руках а потом на ногах и убедитесь что они все в целом ключ закрытый не покидает они просто подписывают они просто подписывают чем ключом ключом вашим у меня есть основания доверять там бесплатному полу да мне нет таких оснований мне нет третьей стороны которая может поручиться в том числе деньгами за то что переданы с помощью этого ключа сведения будут действительно переданы только в один адрес извините я конечно тебе доверяю да конечно но буду использовать платный сертификат ладно это бесконечная тема я просто считаю что безопасность бесплатный не был извините не было слабые пароли я не знаю в этом году последние две недели какой-то ввал пошел сломанные пароли вконтакте linkedin вчера компания была очередная взломанная пользователь увы использует пароль 1 2 3 4 5 хоть ты его появись самый длинный пароль на яндексе был от единички до 0 и назад от 0 до единички нет реально сложно создать длина такая однофакторная аутентификация постепенно уходит в прошлое нравится не нравится все чаще и чаще мы применяем двухфакторную либо биометрию но опять-таки биометрию не с помощью отпечатка пальцев если кому-то нужно объяснить почему берите с помощью отпечатка пальцев не более чем удобство там мрачная цифра 45 секунд палец труда сохраняется свойства на самом деле это правда проводилась исследования в сша правда на ком не говорили на самом деле самая главная проблема в отпечатке пальца отличить живой на сегодня 99 процентов датчиков не способны а что до двухфакторной аутентификации нечто давно был випадок взломать телеграма в российской федерации за могу спецслужбе ки-під включали приемы сэмэск и перенаправляли сэмэс если вы интересны спецслужбам сложите руки на груди и мои дети молитесь учти если ты интересен специальным органам тебя взломают и взломают без вариантов что бы ты ни делал просто дали добрый принцип паяльника никто не отменял все зависит от того сколько денег готовы вложить в ваш взлом если вы интересны спецслужбам то речь о деньгах не идет речь идет о том за сколько времени вам подберут ключ причем зачастую вы об этом можете даже есть гораздо проще методы я вас умоляю на сегодня ключик под винду подбирается пароль под винду стоит 10 долларов и подбирается за по моему 5 или 7 секунд до 12 знаков 12 12 12 архивы архивы с архивами чуть хуже давайте так я закончу потом подойдете а 12 я просто прошу прощения я забыл упомянуть если все будет нормально то я надеюсь получить статус русскоязычного тренера российской компании алкомсов которая официально занимается восстановлением пара рублей забытых забытых скажите про трой крик насколько устойчив паспорт инсайт дур дур крик если руки правильные то устойчив если руки неправильные то не устойчив как правило у 90 процентов пользователей руки неправильные в чем неправильные опять таки подойдете подскажу далее 100 процентов смарт-часов выязвимы полностью отсутствие двухэтапной аутентификации спешу обрадовать пользователей айфонов на украине двухфакторная аутентификация от apple невозможно я знаю я сволочь ну что теперь делать на самом деле можно использовать различные виды голосовой аутентификации usb ключей смарт-карты технологии ну масса всего ну вот обычная технология разблокирования телефона телефон разблокирования по радужке ну microsoft считает что распознавание по отпечатку пальцев это не более чем удобство радужку что невозможно подменить ну как не 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 тут же дело не в образе вопрос как-то этот образ напечатаешь в конце концов понимаешь здесь 3d построение поэтому в отличие от дактилоскопия на сегодня оно устойчиво что будет завтра я не знаю может быть вполне что завтра будет какой-нибудь пароль плюс диаметрия плюс я не знаю там плюс док я не знаю я не хочу врать понимаете я не знаю я врать могу только смысл это я умею хорошо два смысла на сегодня существует масса различных способов аутентификации по голосу по набору на клавиатуре по я не знаю по отпечатку пальца по форме лица по радужке глаза по правилам произнесения тех или иных фраз это все существует другое дело как это обеспечивает насколько это обеспечивает устойчивость ну например с такой штукой как клавиатура с вмонтированным чипом для собирания паролей наверное все сталкивались да стоит 20 долларов внешне та же самая доля ты сейчас столько идей классных с генерой вообще я нафига ломать windows для того что если можно сломать пользователя это дешевле это гораздо дешевле нафига ломать iphone который лежит у тебя в руках мне нужно ровно на 3 секунды доступ к твоему компьютеру особенно если это мак и все твой айфон мне не нужен я получу все данные с него причем так что я об этом даже знать не должен дурак 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 по утрам на работу или заезжайте по дороге если вы едете по одному тому же маршруту и в каком то месте ваш телефон уже больше часа то есть наедайтесь в это место все просто поймите на сегодня технику вас и вы сами себя сдаете полностью на сегодня не нужно шпионская пол зачем вы сами про себя все напишите в социальной сети сами не никто вам мобильное устройство в первую очередь конечно мобильная опасность это характерно для андроида 99 процентов всего генерируемого вредоносного кожи ну и последний каждый раз когда вы разрабатываете устройство составляете исчерпывающий список угроз продумываете всю архитектуру безопасности того объекта которого будет ваш ну какие еще рекомендации про рекомендации производителя или интегратор правило производитель разрабатывает развертывает оборудование соответственно тоже разработчик решили это как правило занимается разработка решений может входить в логальную группу или в системный интегратор который занимается это различные роли специалист по развертыванию решения. Понятно, что это тот, кто будет его разворачивать. И оператор. Это тот, кто будет потом мониторить. А теперь смотрите, для каждого из них будут характерны свои атаки и свои угрозы. Вот оператор решения. Как правило, это достаточно мало квалифицированный человек, который просто мониторит, что происходит. Ну и вопрос. Зачем нам ломать устройство? Проще предложить денег оператору. А он нам расскажет. Сам. Все. Полностью. Может же отказаться за нас. Тогда спалишься. Я тебя умоляю. Существует для этого масса подходов. А при нынешней оплате труда? Да, не смешите меня. Не смешите меня. Ну, дурака не нужен муж. Ему покажешь медные гроши, делай с ним что. Вообще, эта песенка была так. Ужал, это классик. Помните, если не помните, рекомендую переслушать. Естественно, производитель должен делать, как минимум, оборудование должно содержать, как минимум, те компоненты, которые вам реально необходимы. Любые компоненты лишние будут открывать новые векторы. Далее, вы должны предусмотреть защиту оборудования от незаконного изменения. Создавать решения только на базе безопасного оборудования и обеспечивать безопасность при обновлении. За разработчиком выбор безопасного метода разработки труда. Пожалуйста, продумайте на всех этапах. Начиная от языка, на котором вы пишете, и кончая библиотеками, которыми вы пользуетесь. Все вы знаете, что последние атаки на эту осуществлялись именно с помощью незаконно приобретенных библиотек. Разработчик считал, что он все делает правильно. Только библиотеку он взял с нелегального сайта. Ну, конечно. Ну, что еще? Осторожность при выборе программного обеспечения с открытым кодом. Увы, это зло. Никто не знает, кто что делал. Никто ни за что не отвечает. В конце концов, кто шил костюм – мы. Кто отвечает за карман – никто. Ну, обрадуйте мне и скажите, что я не прав. Специалист, естественно, должен заботиться, прежде всего, о безопасном разворачивании оборудования. И вот то, о чем мы с тобой спорили, помнишь дома? Безопасное хранение ключей. Подумайте, как это будет делать. Оператор решений должен, естественно, заботиться об обновлении, от защите от вредоносных систем и о частном проведении оборудита. Ну, кроме того, на него же ложится физическая защита и защита учебных данных. На всем у меня все. Спасибо. Следующее вопрос. Я не буду применять эти решения. Тебе не продадим. Да, в TrueClip. А? Правильные ручки в TrueClip. А там, на самом деле, все очень просто. В TrueClip есть маленькая галочка напротив того, что при... Как это? При... Монтировании? Нет. Когда вы устройство помещаете в сон, ключи должны выгружаться из полета. А если стоит это... Если стоит, то... Ну, тогда чуть-чуть сложнее. Но это возможно при желании? Усломать? Да. То есть наши службы это умеют? Не знаю. Идеально. Я к службам отношения не имею. Извините, ребята. Я... Не, ну... Извините. С 96-го не служу. Да, и не служил никогда в том ведомстве. Есть уходность в том, что... На самом деле, есть ПО для взлома TrueClip, для взлома BGP, для взлома BitLocker. Есть ПО платное ПО для взлома TrueClip, BitLocker и BGP. Компания Alcomsoft Россия. Когда вы начнёте? Подождите. Вы... Когда разрешат? А можно ваши визиты? А что вы? Визитку, пожалуйста. Только поможет ли это вам? Не знаю. На самом деле, я всё время задавал вопрос по поводу того, хотят ли соответствующие ведомства учить своих людей. Ответ я не получил. Вы поймите правильно, обучать этим вещам можно. Есть вопрос в том, кому, кого обучать. Потому что все эти инструменты, о которых я говорю, это инструменты двойного назначения. И вот вопрос таки. А стоит ли смысл разрабатывать систему защиты, если всё равно её взломают? Да, Радовик ПО? Ну, вопрос в том, кто взломать. Понимаешь? Понимаешь? Вопрос в том, за сколько времени взломают. Да. Ну и кто? Ну, то есть... Нет. Кто, не важно. Есть вопрос во времени. Ты же пойми правильно. Да, я могу взломать там какое-то устройство. То есть это такое называется? Нет. Я говорю, у меня есть какое-то время, наверное. Это будет стоить какие-то деньги. Согласен? Ну. Если получаемая информация стоит меньше, чем я затрачу на взлом, то нахрен оно мне нужно. Ну или если она не актуальна уже будет. Если она будет не актуальна к тому времени, пока я взломаю. Но при цифрах в 30-40 секунд, слушай, ну это очень зависит. Например, если взять автомобиль... Смотри, для того, чтобы за 30-40 секунд не отзломать. Есть вот одну секунду. Для того, чтобы взломать за 30 секунд Apple-овский телефон, мне нужно получить доступ к его компьютеру. Если у него компьютер защищен, если у него облако защищено, я не получу этого. Если у него iPhone с пропатченой новой системой, я не получу этого. Хорошо. У тебя нужно время подготовить флешку с правильной музыкой для Toyota, например. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не, на самом деле, я действительно не знаю. Кстати, вот по поводу Toyota, я тоже читал. Значит, идея вот в чем. В современных автомобилях по коншине работает педаль газа, тормоза и двигателя. Они, причем там не то, что есть защита, но слабая, ее там вообще нету. Нету. То есть, ты канут двумя проводами цепляешься, зная кан команду, ты просто типа... ВОБД разъем диагностический. Я вот до нашего доклада рассказывал, что на сегодня можно взломать андроидовский телефон через зарядку. Подсоединяем на зарядку его к компьютеру. Причем он заблокирован, на нем стоит пин-код, все хорошо. А дальше стандартные модемные команды идти. Он отдает имя, он отдает список абонентов. Далее я могу через него позвонить на себя, узнать номер телефона его. Дальше, что еще я могу сделать? Я могу получить самое интересное. Я могу получить ротовый доступ. Если ДБА отключен через два метра, мне кажется, вы тоже можете. Если ДБА должен... Можно и так. Это за умовы, если ЮСБ пройти сильнее? Нет, ну там, передо мной работать, понятно. Не могу, я могу. А мне. Спасибо. Воззритель Рэм